С 14 сентября постепенно в квартиры горожан будет поступать тепло. Постановление о начале отопительного сезона подписали в мэрии Козыла. Сегодня готовность жилого фонда столицы республики к предстоящему отопительному сезону свыше 80%. Обычно отопительный сезон должен начинаться, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней. Однако в этом году тепло подадут значительно раньше. Почему мы сейчас решили, учитывая прогноз погоды, что ожидается значительное похолодание к концу недели, поэтому было такое решение принято. И к концу недели многие жители также почувствуют тепло в многоквартирных жилых домах. Напомню, Министерство ЖКХ России разрешило регионам досрочно начинать отопительный сезон. Подключение к центральному теплоснабжению будет производиться поэтапно. В первую очередь отопление введут в социальные учреждения города, объекты здравоохранения, образования и культуры. С 21 сентября к теплоснабжению будут подключены многоквартирные жилые дома и прочие потребители Козыла. Что делать, если сезон стартовал, а отопления нет? В управляющую компанию, либо товарищество собственников жилья, то есть в обслуживаемую организацию. Если не будет приниматься меры, то можно звонить в единую диспетчерскую службу мэрии города Козыла. Телефон 2-3142 круглосуточно. Мы также будем принимать меры и к управляющим компаниям, товарищам собственников жилья. 7 сентября правительство страны сообщило о закупке нового транспорта для российских регионов, которые будут доставлены субъекты Российской Федерации до конца текущего года. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о закупке для регионов свыше полутора тысяч школьных автобусов и 1150 автомобилей скорой помощи. Автобусы для детей поступят в 77 субъектах Федерации, а новые машины скорой – в 75 регионах. Как поясняется в документах, это поможет обеспечить стабильное социально-экономическое развитие России. Заметим, что такой подарок от федеральных властей получат далеко не все субъекты. Однако Туве посчастливилось попасть в это число. О пополнении автопарка местных школ и учреждений здравоохранения написал в своем блоге глава Тувы Шалбан Караул. Хорошие новости. Минпромторг России удовлетворил нашу заявку. А премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении школьных автобусах и автомашин скорой медицинской помощи. В этом году их количество больше, чем в прошлом. Мы смогли мобилизировать средства на софинансирование. 22 вместительных автобуса для школ и 10 для скорой. Сейчас нужно доставить транспорт в республику. Всего в Туву поступят 22 школьных автобуса. Это 7 машин вместимостью от 10 до 12 человек. 11 авто вместимостью от 13 до 20 человек. И 4 автобуса вместимостью 22-24 человека. В республику будет доставлено 10 автомобилей скорой помощи класса Б. Списки школьных организаций, а также медицинских учреждений определены в соответствии с потребностями региона. Сообщается, что школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей, как автомобильный завод «Газ», Павловский автобусный завод, Курганский автобусный завод, Волгобаз и другие.